Так, фигня, фигня, не знаю, что это, не знаю, что это, было, возможно, нет, другой раз, гори в аду, не вышло еще, о, то, что надо. Я обожаю эту музыку. Композитор Сэм Фонтейн сделал именно то, что надо. Она абсолютно подходит под основную тему этой игры. Мультяшный мир, приключения и какой-то намек на черный юморок, что ли. С детства я всегда любил хорошо продуманные квесты. А не черти пойми, что, куда идти, что делать. И это что, мне надо было догадаться, подняться на домкрате, прикрутить винт от самолета, включить его и дотронуться, и тогда точным броском обязательно попаду на шкаф? Это, конечно же, свой стиль колобков. Но, простите меня, после этого игра превращается в «перитыкай все во все подряд и посмотри, вдруг сработает». Это тупо, но я все равно люблю пилотов. И даже проходил их без салюшенов. Не знаю почему, но мне всегда нравилось решать головоломки своими силами. Чем больше напряжение трудности задачи, тем больше удовольствия получают ее решения. Таким образом, я прошел довольно много квестов. Колобки, Петька во всех частях, Штырлиц, Брокетт Сворд, Манки Алланд, Фул Троттл. Да и еще куча-куча квестов. Так почему же из всех этих игр я сейчас говорю именно о Тум Стране? Потому... Потому что я ее и не прошел. Стыдно признать, но я до сих пор не решился посмотреть «Солюшен» или «Прохождение». И вот уже около 10 лет я не могу смотреть на синие или красные книги с римскими цифрами. Но сейчас не об этом. До них мы обязательно дойдем. Итак, игра начинается с того, что художник с именем Дрю Бленк... Так, здесь огромное количество игр слов. И да, я постараюсь рассказать про самые интересные. Дрю Бленк очень занят работой, и поэтому пропускают встречу с собственным директором. Тот ему объясняет, что шоу «Пружистого хвостика» теряет популярность, и надо вдохнуть новую волну. И поэтому он требует нарисовать еще 24 кролика. Всех новых героев Дрю должен нарисовать за одну ночь. Но Дрю давно хотел воплотить в жизнь своего любимого персонажа, Живчика. И поэтому ничего не идет ему в голову. И он так и засыпает на чистом листке. Но тут каким-то невообразимым образом он попадает в мультяшный мир, где встречает того самого Живчика, и узнает, что Кутопию атакует злоболет, и превращает все милое и доброе в озлобленных и страшных монстров. Король Кутопии предлагает Дрю помочь ему в создании добролета, который сможет спасти Кутопию в обмен на возвращение его в реальный мир. От этой точки и начинается сама игра. Мы тут познакомимся с дворецким и инженером, который как раз и работает над кораблем. Он нам дает схему злоболета, по которому мы сможем построить добролет. Но надо будет отзеркалить все 12 предметов, которые мы все сможем найти здесь. В Кутопии, Шотландии и Зловениях. Я не буду подробно останавливаться на всех моментах игры. Полное прохождение вы и сами с легкостью можете найти в интернете. Я бы хотел пройтись по самым интересным, на мой взгляд, местам. И начнем с самой Кутопии. Это такое милейшее сообщество, которое прогнило изнутри. Король сам себе дарит награду «Самый лучший король Кутопии». Милый кролик оказывается самовлюбленным невротиком. Этот гадкий мужик все испортил! Хозяин игровых автоматов обманывает посетителей. Я приехал сюда, чтобы облапашивать, развлекать доверчивых кутопийцев. Добрая корова как-то нездорово любит подоиться. Боже мой! Я так возбуждена, я так нервничаю от радости. Я с удовольствием подаюсь. Ну и пугало. Я так люблю поболтать. О, простите, что я говорю? Хорошо, мальчики. Высылайте открытки. Эм... 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 Ну... Как бы... Ну, выпали. Шутландия же полностью толпанутое государство. Откуда родом живчик стать? Тут есть немецкий бульдог, зацикленный на своей фигуре. Охранник, который не уйдет с поста, пока часы не известят его об окончании смены. Которые, кстати, не ходят. И вот еще что интересно. Он охраняет туалет, который предназначен только для смыва рыбок, чтобы получить другую рыбку. И ни в коем случае нельзя пользоваться по прямому назначению. Что? И кошка с псом, которые вечно друг другу избивают. Но нашли способ на этом зарабатывать. У них же, кстати, есть мини-игра на реакцию. Нужно нажать на кнопку в тот момент, когда стрелка будет напротив предмета. Ну и что я могу сказать? Это охренеть как тяжело! Да проще будет муху пинцетом поймать, чем выиграть тут хоть что-то! Ладно, окей. Чтобы вам было понятнее, о чем я говорю, сделаем вот что. Я сейчас покажу реальные кадры из игры. А вы попробуйте остановить видео в тот момент, когда стрелка окажется напротив предмета. Готовы? После нажатия мной на кнопку пойдет отчет. Когда он закончится, вам нужно будет остановить видео. Поехали! Так, ну давайте попробуем еще раз. Ну и последний раз. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Я ведь даже сначала подумал, что тут заранее не выиграть. И нужно будет дать дыру какое-нибудь вскоряющее зелье. Или как-то подшаманить над автоматом. Но нет! Нифига! Нужно наловчиться и выиграть все три! И остается только зловение. Ну, ничего интересного, кроме держателя боулинга, который, одетый в бальное платье, своей пятой точкой сбивает кролика Кегли. И поэтому остается чемпионом. Это же больно! Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ведь это кто-то написал! Таким образом перемещаясь между этими тремя мирами с помощью черной дыры, и выполняя довольно интересные задания, мы наконец получим все необходимые предметы для создания добролета. Это все? Добролет построен? Да! Король доволен, но он требует обратить и Шутландию, и Изловении. Тут же мы узнаем, что король Хью это на самом деле переодетый пушистый хвостик, который очень жаден до власти над всем миром. В итоге всех перепалок Дрю хватают стражей нефариуса, а в живчика попадает луч добра, и он с радостью соглашается помочь королю в осуществлении его злых, а точнее через черт добрых намерениях, и улетает, как говорится, пользу наносить да ласкам подвергать. И мы оказываемся в тюрьме. Здесь нас встречает очень сопливый охранник, у которого оказывается аллергия на все, что его окружает. Ржавые цепи, мох на камнях, крысиные испражнения и особенно на пыль. Коварно воспользовавшись этим недугом, выбираемся из камеры, забираем свои вещи. И сразу встречаем птицу, которая все время говорит о каких-то книгах. Я даже знаю о каких. Но мы еще успеем рассмотреть пару персонажей перед ними. Это аллигаторы. Крайне агрессивная рыбка. И он. Да, этот клоун. Некая визитная карточка этой игры. Меня он все время жутко пугал. Да вы посмотрите только на него. Крайне агрессивная рыбка. Крайне агрессивная рыбка. Крайне агрессивная рыбка. Итак, усыпив клоуна, получаем иголку И... Настались только книги Как я уже говорил, птица дает нам указания В каком порядке их вытаскивать Но даже если следовать всем этим советам Ничего не выходит Может... Может попробовать сделать все наоборот? А может не все из того, что она говорит, правда? А может это особый птиц, который путает синий и красный? Или римские цифры что-то значат? Я обязан это проверить! Что происходит? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что? О чем ты говоришь? Глупая рыба! Глупая рыба все напутала! Глупая рыба! Как мне отсюда выбраться? Тебе надо сильно удариться головой! Ба! Аааааааа Хе 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 Да фига не смешно! Да ты знаешь как отсюда выбраться? Су, граф! Су Граф! Глупая рыба! Ба! Я понял я понял! Глупая рыба! Су, граф! Все дела! Так ты знаешь как мне отсюда выбраться или нет? Ну, раз ты все понял, тогда пока! Я жив Приснится же Слушай, я походу Вчера переиграл в Птонстрак И перепел Все там было Суграф Суграф Это за бред Суграф Суграф Глупая рыба Суграф Глупая рыба Глупая рыба Надо поставить английскую версию Суграф Суграф Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Десять лет Почти десять лет я не мог пройти это место И все И все из-за того, что Фангус наебался в переводе Да как так-то? Как тут можно было накосячить? Здесь только цвета и цифры Вообще никаких непереводимых Игр слов Ну вы, сука, даже в добролете Изменили некоторые предметы Чтобы можно было найти связь Как тут можно было накосячить? Я должен узнать, что они пишут Своё оправдание Но так как сайта у них нет Я тут почитаю описание на коробке Знаменитый американский киноактер Кристофер Ллойд На этот раз выступает В роли художника-мультипликатора Который однажды ночью Однажды ночью Он сидел у себя в студии И рисовал новых героев Для своего очередного мультика Что-то не ладилось Что-то не ладилось Ладно Как вдруг мультяшки ожили И затащили его в свой мультипликационный мир А там творится натуральный кавардак Какие-то злые мультяки Мультяки Захватили власть И раскрасили всю планеты В серые цвета Вы хоть в игру-то играли? Но на защиту мультяшного мира Встали кролик Роджер и его создатель Кролик Роджер И его создатель Ладно, ладно Вопрос о том Как можно было так накосячить в периоде Снимается Возникает другой Что? Итак, как вы понимаете Мне пришлось найти и поставить Английскую версию И по мере ее прохождения Я заметил несколько интересных моментов Одним из первых персонажей Является дворецкий На английском Патлер Или Футмен И когда он проваливается в подвал Живчик, которого на самом-то деле Зовут Флакс Вайлдли Отсылка к фильму Назад в будущее Так вот, он говорит Я думаю, он в порядке Ведь он упал всего этажом ниже То есть One Foot Down Хотя наши тут неплохо выглядились Надеюсь, человек иногда не слишком пострадал Попав в нашу ловушку Конечно нет Разве что сломал себе ногу Пекарей в оригинале зовут Намного логичнее Кстати, Доу Это тесто Прислужники Нефариуса Неспроста выглядят Как незаконченные Недорисованные персонажи Они не были воскрешены Из мертвых Как тут говорят Они были реанимированы То есть являлись Только заготовкой для персонажей Но, видимо, их не дорисовали А Нефариус взял их себе И модернизировал И последнее Что мне показалось Больше странным Чем интересным Это то, что в оригинале Шутландия называется Зенеду И как такого перевода Или отсылки К какому-нибудь фильму Я так и не нашел Если у вас есть Какие-то предположения Обязательно напишите в комментариях Мне будет очень интересно А теперь вернемся И посмотрим Что же дальше Пройдя еще кучу головоломок Мы поднимаемся На самый последний этаж Санкт-Канифариуса Там мы встретим Мисс Фортуну Обманув которой Попадем в центр управления Ставив три кристалла Включаем питание И забираем устройство Искривление пространства Далее открываем ангар Со злоболетом И летим спасать живчика Но в результате столкновения Оба машины уничтожены И Трю в полете Использует это самое устройство И возвращается домой И после всех своих приключений Он поверил в живчика И предлагает боссу Очевидное решение Вместо двух десятков Бездушных кроликов Один, зато настоящий Такой энергичный персонаж Но к сожалению Ему отказывают И он опять возвращается Домой рисовать этих кроликов Как вдруг с ним Связывается живчик Ему срочно нужна помощь В этот же момент Срабатывает сыворотка Которую вколол ему нефариус Пока Трю был в тюрьме И он превращается в мультяш Вот таким вот жирнейшим намеком На продолжение Заканчивается Тунстрак Но к моему великому Сожалению и разочарованию Фирма-разработчик Берст Обанкротилась И проект закрыли Подведя итог Хочу сказать Что если вы любите квесты Но никогда не играли в Тунстрак Советую все-таки это сделать Ну а тем, кто уже ее проходил Советую все-таки Поиграть и в оригинал Потому как с нашим переводом Многие шутки и каламбуры Были просто потеряны Ну а всем остальным Просто хорошего дня Отличного настроения Обязательно подписывайтесь Комментируйте И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok